МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная служба телеканала Радуга-3 в студии Надежда Щипакина. Смотрите сегодня, 20 января, в выпуске новостей. Окунулись с головой традиционными купаниями в ледяной воде, отметил православный мир праздник Крещения Господня. Наградили лауреатов. Корреспондент нашего телеканала был отмечен на областном журналистском конкурсе. Любят и умеют веселиться. В отделении дневного пребывания села Сергеевск состоялось мероприятие, посвященное празднику Крещения. Что посмотреть в выходные? В конце выпуска расскажем о том, какие соревнования и по каким видам спорта ожидают Сергеевских болельщиков в субботу и воскресенье. Великий двунадесятый праздник Крещения Господни. Богоявление отметила Православная Церковь в ночь с 18 на 19 января. И это один из самых почитаемых праздников у православных верующих. У нас в районе традиционно купания были организованы на озере Банное. В 23 часа состоялся чин освящения воды, после чего все желающие могли окунуться в специально оборудованные Иордании. В ночь с 18 на 19 января Крещение Господне, христианский праздник, празднует весь православный мир. Как известно, в это время вся вода обладает особыми свойствами, становится святой. Таким образом, приходят к проруби, окунаются традиционно во главе со священнослужителем. Не отстают от вековых традиций и жители Сергеевского района. В этом году большинство из них вновь посетили купель на озере Банное. Служба на сей раз началась намного раньше, в 23.00. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Крещения, Сменивающего Бога, явления. У нас же на протяжении многих лет есть хорошая традиция, а сейчас, вот именно в ночь, заопечествуем обладу на озере. Первыми в прорубь окунулись священнослужители и их семьи. К примеру последовали представители администрации муниципалитета и десятки верующих со всех уголков Сергеевского района. Все хорошо было сделано, ну, холодно маленько было, а так все оборудовано хорошо, тепло в палатке в этой. Вообще классно, классно. Мне понравилось и всем, я думаю, понравится. Погода в эту крещенскую ночь выдалась на удивление теплой. Привычных крещенских морозов мы не дождались. Но, тем не менее, на берегу был организован большой костер, вокруг которого дружной компанией собирались присутствующие. Горячий чай помогал поддержать теплую атмосферу. В целом, крещенская ночь прошла весело и задорно, никаких претендентов не произошло. По традиции, всю ночь на страже порядка были спецслужбы Сергеевского района, скорая помощь, пожарная и большое количество представителей РОВД. Для всех купающихся были оборудованы шатры для переодевания. Удобство и красота, такими словами, можно охарактеризовать место для крещенского купания на озере Банное. Крещение Господне – христианский праздник, установленный в честь событий евангельской истории крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Испокон веков православные верят, если в этот день окунуться в прорубь, очистишь себя от грехов. Для того, чтобы получить пользу для души и тела, необходимо не просто погружаться в освященную воду, а делать это с покаянием и молитвой. Валентина Плекарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3». Вообще, у крещенских праздников есть несколько традиций. Первое – это, конечно же, троекратное окунание с молитвой в Иордань. Ну а еще в это время принято набирать в дома святой крещенской воды. Об этом явлении рассказал священнослужитель Сергеевского храма. Праздник крещения Господнего, а также богоявления – это великий день. Мы вспоминаем события эпохального значения, когда в мир человеческий, в историю, в жизнь каждого человека Бог вошел своей силой, своей благодатью, как на днях напомнил верующим патриарх Кирилл. Праздничные богослужения начались еще днем 18 января. В Сергеевском районе на озере Банном состоялся чин освящения воды, и в Зимнюю Иордань потянулись верующие. Вода в водоемах считается особенной еще трое суток после освящения. А утром 19 января также состоялось торжественное богослужение, и сельчане старались обязательно взять с собой из храма крещенской воды. Ну, во-первых, ее нужно пить натощак по утрам, по немножко, как правило, вместе с просворой. Ну, а также многие старцы рекомендуют даже в течение дня, когда, скажем, бывает на душе неспокойно, какие-то волнения, тоже немножко пить скрещенскую воду. Она и успокаивает, и приносит такую благодать. Ну, от всего сердца поздравляю всех жителей сельчанской района, и всех, кто слышит, с этим прекрасным 20-м праздником. И желаю, чтобы Христос посетил всех, чтобы вошел в жизнь всех верующих людей с праздником. С праздником вас, уважаемые земляки! Считается, что, следуя добрым традициям, мы должны разделять с ближними те дары, которые имеем. И каждый шаг в этом направлении будет приносить в этот мир добро. Екатерина Фарисея Ермакова, Руслан Зубарев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». По данным оперативного мониторинга в торговой сети Сергеевского района, с 12 по 19 января в некоторых торговых точках наблюдается небольшой рост средних розничных цен. В список попали такие продукты, как виноград, капуста белокончанная, лук репчатый, кефир, сметана, яблоки, колбаса сырокопченая, яйца, масло сливочное. Также зафиксировано и незначительное снижение средних розничных цен на такие продукты повседневного спроса, как мясо кур, творог, сахар, картофель, крупа рисовая и гречневая, огурцы, перец сладкий и морковь. Незначительно понизились цены и на фрукты – апельсины, мандарины, бананы. За истекший период на АЗС Сергеевского района немного повысились цены и на топливо марки АИ-95 и дизельное топливо. Теперь интервалы цен составляют на бензин марки АИ-92 от 34 рублей 50 копеек до 35 рублей 30 копеек за литр. На бензин марки АИ-95 – 38 рублей 60 копеек за литр. На дизельное топливо – 38 рублей 18 копеек. Пять лет подряд с момента основания областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области наша телекомпания входит в число его лауреатов. 18 января были названы призеры по итогам 2016 года. Диплом конкурса вновь приехал в Сергеевский район. 18 января в городе Самара состоялась пятая церемония награждения победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора. По традиции она была приурочена к профессиональному празднику – Дню российской печати. Победителей и призеров поздравил глава региона Николай Иванович Меркушкин. Каждая церемония тематическая. На этот раз она была посвящена 50-летию Болжского автомобильного завода, а также итогом работы региона в 2016 году и общему единению. В своем приветственном слове губернатор отметил, что в регионе в последние пять лет произошли существенные изменения и коснулись они всех городов и районов, что, безусловно, нашло свое отражение на страницах газет, в программах радио и телевидения. СМИ, в том числе и из Сергеевского района, работают в условиях, когда хороших новостей действительно много. Губернатор сообщил, что областные власти прикладывают большие усилия, чтобы сохранить здесь талантливую молодежь и привлечь к нам студентов из других регионов страны. И эта работа дает первые результаты. Еще одна немаловажная задача, стоящая как перед властью, так и перед журналистами, довести до логического завершения реформы местного самоуправления. Вовлеченность людей в процессы, которые происходят в губернии, должна значительно увеличиться, поставил задачу руководитель области. Он поблагодарил журналистское сообщество за поддержку и призвал не игнорировать общественно значимые проблемы, с которыми те сталкиваются в ходе работы. В пятый раз мы подводим итоги, и это уже тоже о чем-то говорит. На самом деле за эти годы мы вместе с вами немало сделали. У нас много хороших на самом деле и городов, и поселений. Если так итоги подводить, вот вчера я смотрел там статистику, предстоит нам огромная работа, работа, чтобы все было не только освоено, но освоено очень качественно, чтобы это все служило потом долго-долго людям, а не так сделали там. А через год все надо переделывать, или, по крайней мере, снова ремонтировать. И в этом смысле, конечно, мы хотели вас призвать принципиальнее, смотреть, отслеживать. Мы уже просили и в этом году летом на дорогах, чтобы журналисты постоянно были. Ничего ради того, чтобы все было так, как должно быть. Надо будет и вам, в том числе, этими вопросами очень предметно позаниматься, потому что работ будет, еще раз хочу сказать, очень-очень много. В 2016 году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 330 заявок со всей области. В том числе активно принимала участие, как и каждый год, сергиевская телерадиокомпания «Радуга-3». Начиная с 2012 года телерадиокомпания представляет на конкурс свои лучшие сюжеты и программы. В общей сложности это областной журналистский конкурс на призы губернатора принес в Сергийской телекомпании уже 8 заслуженных наград. Восьмая появилась в копилке как раз 18 января 2017 года на пятой ежегодной церемонии награждения победителей этого состязания в остроте пера. Бронзу в номинации «Актуальная тема» привезла в Сергийский район журналист Екатерина Фарисия Ермакова, выпускающая в эфир программу «В ритме времени», являющаяся автором и исполнителем программы «Вековая молитва», куратором молодежной телестудии «Шаг», ведущей прямого эфира. Диплома на премии третьей степени награждается Екатерина Фарисия Ермакова. Телекомпания «Радуга-3» и Сергийский район с 2007 года работает на районном телевидении и на конкурс представила еженедельную информационно-аналитическую программу. У Екатерины в 2017 году получился двойной юбилей. Уже 10 лет она трудится на телерадиокомпании «Радуга-3». И вот уже в пятый раз, как постоянный участник этого областного журналистского конкурса, она получила награду от имени губернатора. Тема сельского хозяйства для телекомпании «Радуга-3» она особенно дорога и такой она была всегда. Я вхожу в число журналистов, которые часто делают сюжеты по этой теме. Каждый сюжет, он для нас работа важная, и мы знаем, что нужное для наших телезрителей. Мы стараемся сделать материал не просто информативным, но и качественным, чтобы это был материал с настроением. Ну а прошлый 2016 год дал нам почву для очень хороших сюжетов. Для сельского хозяйства нашего муниципалитета он был поистине рекордным. В связи с этим особенно приятно быть причастной к большой работе, которую делает Сергеевский район, сельхозтоваропроизводители, телекомпания «Радуга-3». Мне хочется поздравить всех моих коллег с прошедшим профессиональным праздником и, конечно же, всем пожелать не менее успешного 2017 года. Подводя итог, вспомним слова губернатора Самарской области о том, что секрет успеха большого региона состоит в старании каждого его жителя принести пользу своей губернии. Отдельной темой здесь проходит роль журналиста, который может и обязан донести до жителей суть событий, дать полезную информацию, стать частью большого народного механизма. Валентина Пликарпова, Руслан Зубарев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Мороз сменился на метель. Небесная канцелярия решила вновь пощекотать нервы автомобилистам и пешеходам. Однако, как предсказывают областные синоптики, предстоящие выходные должны быть довольно спокойными. В субботу и воскресенье днем температура воздуха будет колебаться в интервале от минус 8 до минус 13 градусов. Ночами минус 10, минус 15 градусов ниже нуля. Ожидаются небольшие снегопады, на дорогах местами гололедица. Пели песни, гадали насуженного, вражили. В отделении дневного пребывания села Сергеевск провели мероприятие, посвященное святкам и празднику крещения. Тем самым люди золотого возраста еще раз доказали, что года веселью ну совсем не помеха. Сколько лет посещать центр социального обслуживания Евдокия Тимофеевна уже и припомнить не может. Ни одно мероприятие, ни одни посиделки еще не пропустила. Так и в этот раз. А чего дома сидеть? Крещение на дворе. Мы вообще и Рождество справляем, и Новый год справляли. Ну все старинные стараемся вспомнить годами. Всякие там мероприятия раньше тоже же были, только по-своему справляли. И вот мы все тут вспоминаем свою молодость. Таких же активных жизнерадостных людей собрался целый зал. За чашечкой горячего чая они вспоминали традиции, обычаи празднования крещения. Рассказывали о обрядах, купании в проруби, водосвятии. Большое оживление интерес вызвали гадания. Каждый мог узнать, что его ожидает в ближайшем будущем. Богатство, сладкая жизнь, здоровье через край. Развлекательную программу готовили своими силами. Собирались, вспоминали игры, конкурсы, потешки, все записывали. И уже лучшее вошло в сценарий праздника. Ну и, конечно, песни в исполнении творческого коллектива «Свельчаночка». В принципе, без их участия в этих стенах не проходит ни одно мероприятие. Не зря солнце спрятано, крапиву и репей. Но ты ее заклятую, не пей, не пей, не пей, не пей. В нашем отделении систематически проходят такие праздники. Есть активные такие люди, которые с удовольствием ходят. Мы обзваниваем, предлагаем, кто по возможности посещает. Двери нашего заведения, хочу сказать, всегда открыты для граждан пожилого возраста и инвалидов нашего муниципального района Сергиевский. Веселиться здесь любят и умеют, несмотря на возраст и недуги. Ведь что может быть прекраснее, чем собраться в кругу своих давних друзей и доброжелательно общаться за чашкой свежезаваренного чая. Надежда Щипакина, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3». Если вы не знаете, как провести ближайшие выходные, смело отправляйтесь на каток, вставайте на лыжи, займитесь активным досугом. Можно еще посетить спортивные площадки в качестве болельщика. В субботу и воскресенье у нас в районе ожидается множество соревнований. А вот какие об этом расскажем далее. Новый спортивный год постепенно набирает обороты. Стартуют соревнования в рамках областных спартакиад. Все больше мероприятий проходит и на районном уровне. Ближайшие выходные снова подарят болельщикам и любителям спорта массу интересного и увлекательного. Причем начнется все еще в пятницу. Вечером в спортивном комплексе «Олимп» пройдут матчи очередного тура чемпиата района по мини-футболу. Пока в турнире лидируют две команды – «Скиф» и «Нефтяник». Но нет сомнений, остальные претенденты, среди которых прошлогодний чемпион «Энергия», сделают все от них зависящее, дабы навязать борьбу двум фаворитам. 20 января, например, «Урс» встретится со «Скифом». Коллектив, в котором сейчас блистает Олег Яшин, одерживает одну победу за другой и, естественно, постарается на достигнутом не останавливаться. С «Нефтяником» встретится «Сургут». Еще в одной встрече «Буровые технологии» померятся силами с «Колосом» из «Кармала Делякова». А вот с «Энергии» сыграет «Олимп». Матчи будут проходить как раз в момент выхода данного сюжета в эфир. На следующее утро, в субботу, 21 января, в 10 часов, на лыжной трассе поселка Серноводск состоится чемпионат Серьевского района по лыжным гонкам. Состязания пройдут как классическим ходом, так и свободным стилем. Приглашаем всех желающих принять участие в состязаниях. Напоминаем, начало в 10 часов утра, 21 января. В этот же день в спор вступят и молодые хоккеисты. В субботу они проведут выездной матч в рамках группового этапа областного турнира «Золотая шайба». На сей раз подопечный Андрей Железново померится силами с коллективом из «Красного Яра». А на следующий день, 22 января, хоккей придет уже на Сергиевскую землю. В Суходоле в воскресенье в 11.00 наша сборная встретится с соперниками из Елховского района. Приходите поддержать наших молодых ребят, поддержка им сейчас крайне необходима. Помимо всего прочего, в воскресенье стартует и областной волейбольный сезон. В главном турнире «Спартакиаде» Самарской области поход за трофеем начнет мужская сборная. Первые матчи наш коллектив проведет на выезде в Большечерниговском районе. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». На этом наш выпуск завершен. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. Удачи! До встречи! В субботу 21 января в Сергийском районе ожидается пасмурная погода, преимущественно без засадков. Температура воздуха минус 8 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Когда финансы поют романцы, а впереди новогодние праздники, отчаиваться не стоит. Найти необходимые деньги до зарплаты можно и без помощи банков. Компания Fast Finance вот уже 6 лет на рынке микрокредитования. Свыше 150 офисов более чем в 120 городах России. Один из них находится и в городском поселке Суходол. Удобные и прозрачные условия займов, возможное досрочное погашение и продление микрокредита. Все, что нужно для оформления заявки, это паспорт и 15 минут вашего времени. Вы получите деньги прямо на руки, сразу после одобрения вашей заявки. Потому что здесь уверены, грядущие праздники обязательно должны быть сказочными в любой жизненной и финансовой ситуации. Коллектив компании Fast Finance поздравляет вас всех с наступающим Новым годом. От всей души и от чистого сердца благодарим вас за то, что весь год вы были с нами. Для кого-то наша компания проверена временем, для кого-то стала новым открытием. Безгранично рады, что вы выбрали именно нас. Надеемся, что с нашей помощью вы можете позволить себе чуточку больше, быть чуточку счастливее. Желаем вам, чтобы в Новом году все, что вы задумали, исполнилось, а счастье приумножилось. Хорошего настроения вам, друзья, и с наступающим Новым годом! Мы ждем вас ежедневно с 9 до 19.00 по адресу поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. Телефон горячей линии 8 800 333 78 58. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова